Приветствую вас. Наталья, давайте разберем ваш вопрос. Ну, если вы спрашиваете по поводу, зачем вы живете и для чего все это терпеть, то ответ на этот вопрос, конечно, вам должен дать не психолог, а, соответственно, вы сам. То есть это такой экзистенциальный вопрос и, безусловно, его можно и нужно проработать, можно и нужно рассмотреть вопрос экзистенции, вопрос того, ради чего вы живете, действительно, потому что у меня сложилось такое впечатление, что живете вы ради кого-то, ну, ради кого угодно, только не ради себя. И, собственно, у меня сложилось впечатление, что именно окружающие вас близкие люди, ну, в частности, ваша мама и дочь вас определяют. Что неудивительно, если учесть, что вы пытаетесь найти некоторую стабильность и возникает вопрос, по какой причине этой самой стабильности нет у вас внутри, да, вот, что вам нужно опереться на что-то извне, да, что-то вовне. Стабильности внутри нет по причине недоверия в себя, по причине страха ошибки, вероятно, страха неудачи, может быть, по причине чувства стыда за что-то, по причине невыраженного недовольства, невыраженной агрессии, может быть, невыраженной обиды. По причине привычки подавлять свои чувства, по причине привычки говорить то, что, ну, говорить делать то, что, так как правильно, не так, как хочется. По причине того, что каждое взаимоотношение с людьми, например, с мамой или с дочерью, это какая-то борьба, борьба за свои представления о себе и страх, что вы эту борьбу можете проиграть, причем каждая борьба, каждое взаимодействие, каждая борьба ставит под сомнение ваше представление о себе и нет никакого шанса, что вы, ну, пока нет никакого шанса, что взаимодействуя с людьми, вы могли бы не подвергать Грузии свои собственные представления о себе, не бояться изменений своих представлений о себе. Дальше, дальше. По первому пункту есть ощущение, что вы, ну, во-первых, по первому пункту вы не задаете вообще никакой вопрос. То есть, ну, да, есть внимание, которое вы распиляете на онлайн-шахматы, на ТВ, значит, на какие-то статьи. Всё понятно, а делать вы что хотите с этим? Ну, понятно, что вас это утомляет, это нормально, а делать вы что с этим хотите? То есть, хотите ли вы это поменять или что? Всё. У меня, по ощущениям, возник такой вот образ, возник такой образ, что вы убежите. То есть, это желание убежать. Это, с одной стороны, потребность убежать, а с другой стороны, это непривычка, ну, отсутствие привычки следовать тому, что вы хотите, да? И, понимаете, вот функционально это выглядит таким образом, что человек ничем не занимается по собственному выбору, а всё, что он делает, имеется в виду, делает для себя, он это делает с целью скоротать время, с целью отвлечься, с целью отдохнуть. То есть, такой вот налёт несерьёзности. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот какое-то одно из этих проявлений, и получается, что вам одновременно не интересно всё, что вы делаете, и в то же время всё это интересно. Ну, здесь нужно разбираться, что конкретно представляет из себя интерес, ну, ваш, да, вот именно, ваш интерес, что конкретно представляет, ага, и что конкретно вас демотивирует. А также здесь достаточно чётко прослеживается позиция тревожности, то есть это вот именно такое тревожное состояние у вас, такое вот тревожное самочувствие, такое вот очень, на мой взгляд, сильно выражена тревога имеет место быть здесь, и, соответственно, это желание тревогу снять. Вопрос в том, по поводу чего тревога. Ну, понятно, по поводу чего, по поводу неопределённости будущего. Вот. Неопределённость будущего, это всегда, ну, начнем с того, что это имеет некоторый такой, эм, экзистенциальный подтекст всегда. Да? То есть, в принципе, ну, у всех людей будущее неопределённое, и, как бы, периодически эта неопределённость, она, как бы, о себе даёт знать. Но, вместе с тем, отсутствие определённости, это для вас неестественное состояние. То есть, для вас состояние контроля, состояние определённости, оно более естественное, и вы его требуете, как бы. То есть, я здесь могу предположить, что раньше вы жили в более такой стабильной реальности, более контролируемой. Вот. А теперь, когда этого не стало, вам тяжело, вам тяжело, потому что вы не привыкли реагировать спонтанно. Вот. А почему? Ну, вот, потому что боитесь ошибок. И я полагаю, что человек, который себя контролирует, и который склонен контролировать всё, ну, в известной степени, конечно. Вот. Это человек, у которого есть достаточно амбициозные требования по отношению к себе, и выполнимость реально этих требований человека не очень-то волнует. Вот. Так что, тут такой момент. Дальше. Выличая газа безбросветная сможет. Через несколько лет дочь станет подростками, я до конца твоего боюсь, 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 что станет выносимой, и будет неистиво трепаться нервы, два раза до безумия. Смотрите, Наталья. Во-первых, а почему дочь должна стать обязательно невыносимой? Это первое. Второе. А почему вы считаете, что она будет вам трепаться нервы? Не она, не она вам будет трепаться нервы, а вы сами себе будете трепаться нервы, если не подкорректируете требования к себе, равно как и то, что довести до безумия можете только вы себя сами. Вот. Не дочь. Дочь и спричал. Поэтому здесь вы прикладываете на дочь ответственность за себя, не желая, как бы, отвечать самостоятельно за свою реакцию. То есть функционально это происходит как? Я не хочу посмотреть на то, как именно дочь сможет дребать мне нервы и чем, как именно и чем это может довести меня до безумия. Я могу как довести до безумия, да? Что такое безумие вообще не очень понятно здесь. Вот. Вместо этого я прикладываю ответственность на дочь, а сама я типа сделать ничего не могу со своей реакцией. Вот. Притом очевидно, что если я считаю, что мне ребёнок может препятствовать мне, взрослому человеку, значит у меня есть какие-то проблемы. И я не хочу эти проблемы решать, я закрываю на них глаза. Ну... Это ваш выбор. Дальше. А потом меня Дион Кондратий. С чего... С чего бы это? Боюсь маминой старости, вдруг начнётся деменция. С чего бы это? Я бы сказал, что у вас здесь проблемы есть некоторые со свободой. То есть это вот страх болезни. Это больше про... Это больше про не свободу. Это больше про... Бессознательное желание освободиться. Ну, собственно, о чём вы... По сути, это дело... Практически прямым... Текстом говорите. В... В... В своём... Ну... Вот... Сообщение. Дальше. Эм... Так. Когда мы сейчас деменция, опять должны ходить по 7 кругам Ада. А... Когда выходили ещё по 7 кругам Ада, Наталья... А... О чём идёт речь? Эм... Ну... Как бы... Не очень понятно здесь... Как и... В общем... В общем... Не очень понятно, с чего должна у вас начаться деменция. То есть это... Эм... Ну... Безусловно, это... Эм... Как бы... Эм... Это может случиться. Вот. Но... Я не очень... Эм... Здесь... Эм... Понимаю... Как вам... К вам эта идея приходит. Да? Вот. То есть я понимаю, почему у вас идея. Но я хотел бы... Вас как бы услышать. Да? Вот. А... И... Эм... Что вызывает страх здесь? То есть опять же... Для меня это выглядит... Эм... Как... Знаете... Эм... Как... Эм... 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 Непозволяемость... 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 Себе... Эм... Потерять контроль. В... В общем... Да. Вот. Для меня это выглядит... Эм... Таким образом. То есть... Страх потерять контроль. Другой вопрос... Чем... Контроль... Собственно... Вас... Ну... Вам так... Важен... Здесь. Балшет. Эм... Кошмары настоящим. Рабочим на работе нестабильны. Ну вот это вот отсутствие доверия в себе. Да? Неумение осмотом рекеров. То есть... Для... Человек... Который склонен себя контролировать... Безусловно... Эм... Эм... Хуче... 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 Что может быть... Это вот... Как раз... Эм... Эм... Безусловно... Как бы... Ну... Я вас... В принципе... Здесь... Понимаю. Вот. Но... Я... Также могу сказать... Эм... Что... Надо это можно подкорректировать. Можно научиться... Научиться... Спонтанно... Эм... Спонтанно реагировать на какие-то вещи. Вот. Для чего... Эм... Придется... Поработать с чувствами. Эм... Лучше... Эм... Входить... В... В... Эм... С ними... Эм... 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 Вот. И тогда... В принципе... Все... Будет... Лучше. Вот. Вопрос в том... Хотите ли вы что-то менять. Потому что... Это вопрос. У мамы непри... Эм... Ужасно неприятно. Для каждого из лучшего жалоба получается... Как бы тащи... Эм... Как бы... Так. Как бы тащи... Ее тащи крест. Если с ней нету, то ваш выбор. Вы выбираете тащить крест. Если вы... Если вы хотите поработать с... Чистом вины. Перед... Своей мамой. И... Того что вы должны. И обязаны ей. Ну... Можно вам помочь. Но... По факту... Это ваш выбор. А... Вопрос в том... Для чего вы делаете этот выбор? Вот. Эм... Как мне кажется... Эм... Когда-то... По отношению... К... Своей маме... Вам... Ва... Вами... Эм... Было... Некоторый... Протест. Эм... И... Протест... Сейчас... Превратился в... Чувство вины. Так вот. Дальше. Приближается школа. Там тоже... Полная неясность. Будет ли нормальный учитель. Стали опять на удаленку посадить. А чем удаленку ненормальную учебу? Вот. Сейчас написали заявление на дежурный класс. Но уже хочется, что мы распустим удаленку опять. И что? И что дальше? Ну распустят и распустят. И... Что дальше-то? В общем из-за пандемии везде страшных хаос я чувствую себя подвешенной. Потому что не можете себе доверять. Не знаешь куда вернуться, найти хоть какой-то стабильный... Нет... Нет, Наталья... Ооо... Стабильность она... Либо есть внутри человека, либо ее нет нигде. Ооо... Пытаться найти стабильность во внешнем мире это... К сожалению, иллюзия. Испитываю негативные чувства, страх за будущее, огромные тяжестные души и без помощности хаоса. Ну это нужно более конечно подробно разбирать. Потому что негативные чувства это... Ну нужно смотреть что это такое, что это за негативные чувства. Да? Вот их разбирать. Страх за будущее это, соответственно, недоверие себе. Огромные тяжестные души это гиброответственность. То есть вот почему... Почему... Отчасти вас... Страшить... То что... То что... Может быть с вашей дочерью. Вот... Да... Потому что... Вы считаете себя ответственным за это. Вот... То есть... Не умение... Распределить... Свою ответственность. Да? Не умение это сделать. Вот... Ну и собственно... Парадает такой вот страх. Крест... Ну вот как вы говорите... Тяжесть в... Да ну... Тяжесть в... Душа... Траждает. Вот... Это... В принципе... Нормально. Вот. Значит... Корректируется ли это? Да. А... Вполне... Вопрос в том... Опять же... Повторюсь... Хотите ли вы... Этого? А... Потому что... Ну... Как бы... Умение говорить... Нет... В первую очередь... Э... Близким людям... Это... Очень важный момент... Беспомощность... Ну... Это скорее требование к себе. А... Хаос... Ну... Хаос... Это... Э... Указало... На... Что-то... Вот... Ну... Я имею в виду... Указали... Э... Извне... 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 Как поступать... И что делать... Э... Мне постоянно хочется... Согласно подсправиться... Обещать этого всех... Никого не видеть... Ну... Да... Это... Классическая реакция... Э... Даже дочь... От нее тоже... Одна нервотропка... Нет... Смотрите... Причем... От мамы плотный негатив... Из-за постоянных силов... Опять же... Вы перекладываете ответственность на маму... У мамы... Своя жизнь... И... Как бы... Свои проблемы... Вопрос в том... Что вы берете из этих проблем на себя... Я... Так... Начинаю снова заобраться... Зачем меня живут... Для чего... Чтобы все это терпеть... Ну... Ваш выбор... Ваш выбор... А... Это не терпеть... Но... Тем не менее... Вы выбираете жить с мамой... Э... Вот... И... Очевидно... У вас не есть не сложившиеся отношения с... Мужчинами... Или с мужчиной... Вот... Будете когда-либо... Спокой... Спокойной жизни... Зависит только от вас... Пока вы перекладываете ответственность на... Как бы... Как бы... Э... Э... Проработать... Все проблемы... Которые у вас есть... Вполне... Вполне можно... Основный момент... Наталья в том... Что вы не задаете вопрос... Для психологов... То есть... Этот вопрос... Казаемо... Смысл жизни... Он... Он очевидно... Риторический... А вот... Запроса... Именно... К специалистам... Нет... Поэтому... Я рекомендую вам... Его... Формулировать... Что вы хотите... От... Психолог... На этом все... Я надеюсь... Что помог вам... Я желаю вам всего самого доброго... И удачи!